А хотите, я сегодня расскажу вам сказку о пресной воде на Тенерифе, откуда она берется. Мне задала вопрос одна очень интересная подписчица о том, есть ли источники на Тенерифе. На Тенерифе точно нет никаких источников, нет рек, озер, нет ничего этого, но есть подземные воды, подземные хранилища. Туда вода попадает с Тейды, с вулкана Тейды, потому что этот вулкан находится на горе 7500 метров. Это самая высокая гора во всей Испании. И на верхушке этой горы всегда застревают облака. Они застревают там как бы в виде кольца. И вот представляете, по этому кольцу облаков находится зеленая зона Тейды. Там в основном растут сосны. Эти сосны питаются не корнями, а питаются своими ветвями, своими иголочками. Они берут влагу из этих облаков, которые практически постоянно висят около Тейды. Они берут эту влагу настолько активно, что иногда облака становятся легче. И тогда они уплывают от Тейды. Но эта зеленая зона из сосен окружает макушку горы Тейды как корона. И называется поэтому это уникальное место лесная корона Тейды. Там запрещено любое строительство. Нельзя постигнуть скот, потому что каждый сантиметр этого парка берегут и ценят. И сегодня Тенариф пьет воду, собранную в подземных резервуарах, 30 лет назад. То есть в основном это талые воды снежной шапки, которые покрывают вулкан Тейды зимой. Или чистейшие капли горизонтальных дождей. А что такое горизонтальные дожди? Это конденсация влаги из облаков. Проще говоря, тяжелые облака, наполненные влагой, застревают в кроне пышных сосен. И тогда они отдают влагу деревьям, то становится легче и уходят. Сосны растут кольцом в той зоне, куда приходят облака. Деревья только держатся корнями за камни, а бьют из облаков. И не отпускают их, пока не напьются. Эта вода имеет уникальные свойства. Например, после сильного пожара, которое случилось 60 лет назад, примерно 60 лет назад, все сгоревшие деревья восстановились, сами восстановились. Потому что облака питали погибшие сосной водой, и деревья, на радость жителям Тенарифи, очень быстро ожили. И теперь их называют несгораемыми. Тенарифи уникальный остров, дремлющих вулканов. И благодаря им верхние слои пород пористые, как пемза. А талый снег проходит сквозь них. Вода, очищаясь, опускается вниз по грунту к твердым базайтовым породам. И там остается. Слои базайта, лежащего глубоко под землей, это своеобразный сосуд с водой. И для Тенарифа это настоящий подземный клад. Не каждый остров может похвастаться своей питьевой водой. Вода проходит естественное очищение и фильтруется капля за каплей в течение 30 лет. Диетологи рекомендуют пить эту воду для нормализации обмена веществ, улучшения пищеварения и снижения веса. Мы пили эту воду в районе городка Горочика. И про эти источники знают опытные проводники. К воде на Тенарифе отсегда относились бережно. Нельзя ни в коем случае бурить скважину в неправильном месте. Если ее сделать слишком низко, то вода из каменного мешка быстро уйдет. А раньше люди вручную, метр за метром, подбирались к этим каменным мешкам, прокладывая к ним тоннели. Добытчики воды обязательно брали с собой канарейку. Маленькие птички делали большую службу. Так как у этой птички очень маленький объем легких, и когда экспедиция пересекала поток подземного газа метана, не имеющего запаха, канарейка тут же погибала. И люди могли быстро сориентироваться. Люди могли быстро сориентироваться и покинуть опасное место. Вода на Тенарифе взята под государственный контроль. И в год на Тенарифе нужно 60 миллионов литров воды, и поэтому вода не экспортируется в другие страны, а снабжает только канарские острова. Интересная была сказка. Я очень рада. Продолжение следует... Продолжение следует...